Страсть к коллекционированию у Александра Демина появилась 7 лет назад. С тех пор он частый гость блошиных рынков и форумов, где продаются раритетные предметы. Особенно полюбились одинцовцу фонари разных временных эпох и предназначений. Большинство – железнодорожные, самые старые, начало 20 века, с подлинной латунной этикеткой и именем производителя. Очень толстый металл, оцинкованный. Рядом сигнальный фонарь, тоже он 100-летний. Соответственно, сундучок – это касса тоже с клеймом «Северная железная дорога». Выставка в историко-кровеческом музее для Александра первая. Сюда он пришел сам, желая принести в дар несколько предметов. Позже выяснилось, что мужчины – богатейшая коллекция железнодорожных фонарей. Так родилась идея вплести романтику дороги в историю города Одинцова. Любой музейщик на слово «коллекционер» реагирует моментально. То есть, если коллекционер, значит что-то уникальное, значит что-то удивительное и очень хорошо изученное. Потому что коллекционер никогда не отдаст просто так денежку, пока не поймет, что перед ним. То есть, там проведена уже научная работа. На выставке свыше 130 экспонатов, в том числе фотографии, картины, вырезки из газет, посвященные истории города и даже проездные билеты столетней давности. Есть и путеводитель начала 20 века с описанием станций и фотографиями. Интересно, что в то время на сезонные билеты прикреплялись фотографии. И на обороте каждого сезонного билета была фотография владельца. Среди первых посетителей выставки – советник мэра города Одинцова Михаил Солнцев и председатель Совета ветеранов Николай Якушев. Заявленная тематика разбудила воспоминания. Наши родители, они все работали на железной дороге. У меня папа сначала был на поездах, вот на товарные поезда, и вот с таким фонарем, если помните, открытая площадка, задний вагон. Вот он с этим фонарем. И зимой, летом, дождь. Помимо железнодорожных, на выставке представлены военные, морские и шахтерские фонари, а также керосиновые лампы, так называемые парижанки. Среди экспонатов есть и знаменитые летучие мыши, керосиновые светильники, которые служат до сих пор. Также можно увидеть различные гербы, которые прикреплялись на вагоны пассажирских, почтовых и грузовых поездов. Выставка открыта для всех желающих до 27 октября. Что-то на дороге случилось.